В эфире «Наше время» в студии Анна Неченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях в воскресенье. Российская армия ударила по кривому рогу. Есть раненые, в том числе сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям. Повреждена техника спасателей, гражданские авто и десятки многоэтажных зданий. И тут через несколько минут второй взрыв. Полетели все окна. Улетела лоджи. Выборы президента Молдовы и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Цель Кремля – сорвать голосование. Как проходит волеизъявление? Ну, я скажу прямо, чтобы избавиться от этого голосования. Прямо я вам скажу. Передайте Молдейске, что это по-моему. Я за игру. В Тбилиси многотысячный марш. Грузия выбирает Евросоюз. Акция приурочена к парламентским выборам, которые должны состояться 26 октября. Фестиваль современного искусства «Гогольфест» стартовал в прифронтовом Запорожье. Для безопасности участников мероприятия проходят в подземных укрытиях. Мы хотим, чтобы это место давало нам ощущение процветания и жизни. За эту неделю Россия выпустила по Украине более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более полутысячи ударных дронов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Ежедневно Россия наносит удары по нашим городам и общинам. Сознательный террор врага против наших людей. Объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору. Украине необходимо больше средств ПВО. Нужна дальнобойность. Я благодарен всем партнерам, которые осознают это и поддерживают нас. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. 17 человек пострадали, в том числе сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям. Повреждены техника спасателей, полиции, машина скорой помощи и более двух десятков гражданских автомобилей, а также около 30 многоэтажных зданий. Такие последствия ночной ракетной атаки россиян на Кривой Рог. По городу армия РФ ударила незадолго до полуночи, когда люди уже были дома. Об очередном военном преступлении России в материале Натальи Гусак. Два ракетных удара по Кривому Рогу армия РФ нанесла в ночь на 20 октября. Взрывы прогремели в одном районе с разницей в полчаса. Такую тактику российские оккупанты применяют не первый раз. Она нацелена на то, чтобы убить максимальное количество людей, которые прибыли для оказания помощи на место первого удара. Под второй удар в таком случае попадают гражданские спасатели, медики и полицейские. В этот раз роднение получил один спасатель. Была повреждена пожарная техника и машина скорой помощи. Был взрыв. Естественно, очень мощный взрыв. Мы как-то так успокоились. Вроде нормально все. Ничего не разбило. И тут через несколько минут второй взрыв. Полетели все окна. Улетела лоджия. Вышел на улицу. Вышел на улицу, увидел, что машину побило. Потом тут приехала полиция, скорая, пожарные. И когда была вторая ракета, спасатель всем в укрытие, в укрытие. Мы спрятались в подъезде. И второй взрыв был. И тогда уже побило и окна в квартире. Спасательная операция на месте ночной атаки длилась три часа. Все это время здесь разбирали завалы в поисках людей, которые могли оказаться под ними. Ранения и травмы получили 17 человек. 8 из них госпитализировали. Но угрозы их жизни нет, говорят медики. Состояние госпитализированных разной степени тяжести. От легкой до тяжелой степени. Но всем оказывается помощь. Характер ранений – это в основном миновзрывные ранения разных участков тела и, соответственно, разной сложности. В результате двойного ракетного удара пострадали исключительно гражданские объекты. Полтора десятка многоэтажных домов, несколько административных зданий, учебные заведения. Повреждены 20 автомобилей. На месте работает вся необходимая. На месте работает вся необходимая коммунальная техника. Проводится поквартирный обход для принятия заявления о поврежденном имуществе. Сейчас ситуация контролируемая. Людям оказывается вся необходимая помощь. В штабе, который развернули рядом с местом ракетных ударов, людям выдают пленку, ОСБ-плиты и другие материалы, чтобы можно было временно закрыть выбитые окна. А коммунальные службы все еще продолжают ликвидацию последствий российской ракетной атаки. Франция передаст Украине 12 самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Их купят за счет доходов от замороженных активов Российской Федерации. Об этом заявил министр вооруженных сил страны Себастьян Ликарню. Париж вернул 300 миллионов евро процентов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины. Этих средств также хватит на дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм, зенитные ракеты «Астр-30», авиационные высокоточные бомбы и переносные зенитно-ракетные комплексы «Мистраль» с новыми ракетами. Российский аэродром «Липецк-2» атаковали силы обороны этой ночью. Целью украинских военных были склады с боекомплектами, места хранения горячосмазочных материалов и авиационной техники. Также на этом аэродроме базировались самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Подробнее о ситуации на передовой далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на фронте, в частности в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской областях. По его словам, несмотря на преимущества российских оккупантов в живой силе и технике, силы обороны Украины не дают армии агрессора достичь цели. Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской областях. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий противника и нанесение ему максимальных потерь. Несмотря на преимущества оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели. Александр Сырский, главнокомандующий вооруженными силами Украины в Фейсбук. На Лиманском направлении противник атакуют в районах Грековки, Новомихайловки, Новосадового и Заречного. На Покровском армия РФ штурмовала позиции украинских защитников вблизи Селидова, Михайловки, Воздвиженки. А горячее всего на Кураховском направлении. Бои идут вблизи населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Антоновка, Курахово, Водяное. Врагу продвинуться в ближайшее время практически невозможно. Тем более мы наращиваем свои ресурсы и наносим мощные удары. Большие потери идут со стороны врага. Почему? Потому что отмечается та же тактика. Продвижение различной малыми и средними группами, ну и, соответственно, попытка захватить новые рубежи. Мы уже эту тактику их не освоили. И наносим удары и дронами по этим группам, и, соответственно, артиллерии, минометными системами. Ну и если это близко, то, конечно, уже непосредственно бойцы и командиры проводят огневые под мощные форматы уничтожений на прямо непосредственно за несколько десятков и сот метров. Украинские десантники взяли штурмом позицию российских оккупантов в Курской области. Ликвидировали 14 россиян. Видео публикует отряд десантно-штурмовых войск ВСУ. А на Торецком направлении украинские воины из 150-й отдельной механизированной бригады уничтожили ДРГ захватчиков. Те пытались скрыться в доме на окраине Торецка, но их достали украинские FPV-дроны. Как следствие, защитники Украины остановили наступление противника на этом участке. Украинские партизаны движения «АТЭШ» уничтожили релейный шкаф на железной дороге возле Новоалексеевки в Херсонской области. Такие действия возле админграницы с оккупированным Крымом замедлили снабжение российских войск на юге Украины. Эта железная дорога особенно важна для россиян после уничтожения нефтебазы во временно неподконтрольной Украине в Феодосии. Кремль придумал новый способ заманивания россиян на войну против Украины. Как сообщают аналитики Института изучения войны, правительство РФ может увеличить расходы на оборону по итогам года. А Минобороны России продолжает предлагать льготы для стимуляции добровольного участия граждан в войне против Украины. Больших резервов я также подтверждаю. В России нет что действовать по многим секторам, тем более массово. Даже та мобилизация, которая проводится в России по повышенным ставкам, которые они выделяют по 10 тысяч долларов, одноразовую помощь и там высокие оплаты обещают, ну фактически не выплачивает в перспективе, но она уже снижает уровень. Потому что многие понимают, тем более получают уже конкретные данные, что те люди, которые вышли на фронт, особенно мобилизованные, просто массово гибнут. 1340 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в потере российской армии превысили 678 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 12 российских танков, 39 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем. Кроме того, силы обороны Украины сбили 57 БПЛА и одну крылатую ракету. А также поразили более 40 единиц автомобильной спецтехники и цистерн с топливом. В ракете из КНД, разбитой в Украине, обнаружили многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал союзников к решительному ответу. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты КН-23-24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства. Путин и Ким по-прежнему имеют к ним доступ. Мы призываем союзников дать решительный ответ, ужесточить санкции и экспортный контроль, усилить наш воздушный щит. Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины в соцсети ИКС. Передвижение войск КНДР в России зафиксировал спутник. Дополнительно к 12 тысячам военных во Владивостоке уже развернут спецназ в полторы тысячи солдат. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Как сообщала ранее разведка Южной Кореи, северокорейских солдат перевезли российскими военными кораблями. Украинские беспилотники заставили Черноморский флот РФ покинуть временно оккупированный Крым. Об этом заявил российский сенатор Дмитрий Рогозин. Кстати, несколько месяцев назад спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, Россия вывела из оккупированного полуострова все сторожевые корабли своего Черноморского флота. Усиление санкционного давления на Россию – часть плана победы Украины, который на этой неделе представил украинскому парламенту и международным партнерам президент Владимир Зеленский. Ограничения и рекордные бюджетные траты на войну против Украины стали причиной кризисных явлений в российской экономике, говорят аналитики. Тему продолжит Валерия Никипелова. Кисломолочные продукты, сливки и другую продукцию составил от 1,3% до 2,8%. Из молочных продуктов за месяц больше всего подорожало сливочное масло на 5,1%. В целом молочная продукция подорожала с начала года на 7,8%. Из публикации агентства Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. Это официальные данные. В реальности все еще серьезнее, говорят эксперты. Из-за роста цен на сливочное масло с начала года оно подорожало почти на 18%. Правительству предлагают вернуться к советской практике государственного регулирования цен. Последний раз об этом говорили в 2023-м, когда куриные яйца выросли в цене в половину. Прошу рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости сливочного масла. Соответствующими просьбами в мой адрес обращались граждане, которые отмечали ускорившийся рост цен на этот продукт. Из публикации издания The Moscow Times со ссылкой на обращение вице-спикера Нижней палаты Госдумы РФ к главе Минэкономразвития России. Острее всех повышение цен ощущают уязвимые категории населения Федерации. Согласно официальной статистике, число бедных в России якобы снижается из года в год и находится на историческом минимуме. Границу бедности российское правительство установило на отметке 15 354 рубля в месяц. Но планка условного минимального дохода, которую российские власти применяют для оценки уровня бедности, критически оторвана от реальности. Настоящая черта должна быть установлена на уровне втрое выше. 43 тысячи рублей в месяц показал опрос холдинга Superjob. В России с началом войны началось расслоение, которое ускоряется. Те, кто участвуют в войне или обслуживают войну, я имею в виду производство оружия, обмундирование, выполнение военных заказов, они по определению такого правительственного центра, аналитического одного из, стали новым средним классом. То есть их доходы выросли и продолжают расти. Все остальные люди плачут инфляционный налог. Покупательная способность рубля за последние два с половиной года резко упала. Такой дисбаланс, когда военно-промышленный комплекс – это единственный растущий сектор российской экономики, приводит к увеличению темпов инфляции, создает эффект перегретой экономики. Чтобы держать инфляцию под контролем, Центробанк России только в 2024 году повышал процентную ставку дважды. В июле с 16 до 18 процентов, в сентябре до 19. Уровень инфляции в стране в настоящее время составляет 9,1 процент. Но в реальности рубль обесценился гораздо больше, уверены экономисты. Одним из показателей скрытой инфляции сегодня является то, что российский Центральный банк поддерживает процентную ставку на уровне 19 процентов, утверждая, что годовая инфляция составляет всего 9,1 процента. Таким цифрам никто не должен верить. Скорее всего, власти перепаковывают инфляцию в реальный рост. Андерс Ослунд. Экономист. В статье для Project Syndicate. Государственное финансирование социальных программ здравоохранения, медицины в России остается на прежнем уровне, а военные расходы Кремль рекордно повышает. Суммарно в 2025 году траты на так называемую оборону составят более 40 процентов российского бюджета. Руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что с лета 2025-го серьезные экономические проблемы заставят Москву задуматься о прекращении войны против Украины. Ведь способность российской экономики поддерживать масштабную военную агрессию, к тому же в условиях санкций, имеет свои пределы. И президент Украины призвал партнеров противодействовать поставкам оружия из Северной Кореи в Россию. Своим обращением к народу Владимир Зеленский подчеркнул, что союз Москвы и Пхеньяна – это новая угроза. Так же и сейчас. Так же и сейчас новая угроза – преступный союз России и Северной Кореи. Я благодарен тем лидерам и представителям государств, которые не закрывают глаза и говорят откровенно об этом сотрудничестве ради большей войны. О поставках оружия из Северной Кореи в Россию. О том, чем россияне могут отплатить Пхеньяну за эту помощь. К сожалению, нестабильности и угроз может стать значительно больше после того, как Северная Корея будет учиться современной войне. Сейчас мы имеем четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи. И это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одного государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства, и благодаря спутникам, и благодаря видео, которое уже приходит из России. Надо заниматься этим, реагировать, противодействовать. И нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас, и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от шахедов, то это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну. Войну, которая должна быть завершена, справедливо и как можно быстрее. В Молдове уже закрылись избирательные участки. Напомню, граждане страны выбирали следующего президента Молдовы и голосовали на референдуме о вступлении в Евросоюз. За процессом следила съемочная группа нашего телеканала. И с нами на прямой связи из Кишинева наша коллега Дариса Петру. Дариса, добрый вечер. Скажи подробнее, как прошли выборы и какая обстановка Молдовы. Да, Анна, добрый вечер. Действительно, вот 15 минут назад закрылись избирательные участки здесь, в Молдове. Напомню, что по стране их было 1957 и за границей еще 234. По состоянию на сейчас явка избирателей 51,5%. Ну, казалось бы, это небольшая явка, но, как объяснили нам эксперты, это средний показатель на выборах в Молдове. При этом, по данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, наиболее активными были такие возрастные группы от 36 до 45 лет и от 56 до 65 лет. Примерно по 20% на каждую группу приходилось от общего количества избирателей. Наша съемочная группа побывала на нескольких избирательных участках здесь, в Кишиневе, в столице Молдовы. Мы опросили избирателей, спросили у них, что мотивировало их сегодня прийти на участки, проголосовать на выборах президента, проголосовать на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. Давайте послушаем прямую речь. Мы должны поддержать европейский путь нашей страны. Это важно для всех граждан Молдовы, проголосовать и показать их политический выбор. Потому что наше общество немного разделено в этом плане. Лично я поклонник проевропейского пути. Мы за наше будущее голосуем, за будущее наших детей, за мир, за стабильность или как еще. И за будущее наших правнуков, чтобы было, было, было мира на земле и счастья, радости. Судя по предварительным отчетам полиции Молдовы, Кремль не оставлял попыток подкупать избирателей и срывать референдум по вступлению страны в Евросоюз. К примеру, зафиксированы случаи и политической агитации на избирательных участках. Также некоторые избиратели были пойманы на том, что фотографировали свои бюллетени, что, конечно же, запрещено молдавским законодательством. Ну и в непризнанном Приднестровье, в так званой Приднестровской Молдавской Республике, были зафиксированы независимыми наблюдателями случаи попыток подкупа избирателей, для того, чтобы они проголосовали за того или иного кандидата. Ну и все это на фоне того, что, напомню, как ранее мы сообщали в наших эфирах, Кремль потратил баснословные деньги на то, чтобы сорвать референдум по вступлению страны в Евросоюз и повлиять на выборы президента. К примеру, как ранее заявляла вице-премьер-министр Молдовы, Москва потратила на эти цели около 100 миллионов долларов. Также хочу напомнить о том, что здесь, в Молдове, была раскрыта агентурная сеть, которая была создана при помощи беглого пророссийского олигарха Илона Шора. Она насчитывала более 130 тысяч участников, которые помогали агитировать граждан Молдовы за те или иные пророссийские партии. Их голоса скупались. Оплата производилась при помощи банковских карт одного из российских банков. Что примечательно, эти деньги нельзя было снять здесь, в Молдове. За ними нужно было ехать в непризнанное Приднестровье. Ну и поможет ли Кремлю этот масштабный подкуп, эти грандиозные траты на выборы здесь, в Молдове? Конечно, мы узнаем с вами уже по результатам подсчетов голосов. Ну а мнение эксперта на этот счет давайте послушаем. Мы переоцениваем, с моей точки зрения, всегда какие-то, не знаю, интеллектуальные, наверное, способности кремлевских технологов. То есть, понятно, что ставки были очень велики. Денег грязных было вброшено в компанию абсолютно немерено. Провал референдума означал бы, что в следующем году у нас парламентский. И, в общем-то, широко открывается ворота для того, чтобы пророссийские силы получили большинство. Ну и напомню о том, что ранее молдавские правоохранители заявляли о том, что Москва вывозила из Молдовы граждан страны, несколько сотен граждан, для обучения провокациям на улицах во время митингов. Но, однако, если говорить о силовом сценарии смены власти, либо же просто насильственных митингов в Молдове, мы опросили на эту тему экспертов, и все они сказали о том, что сомневаются, что Кремль сможет реализовать такой сценарий здесь, в Молдове. Давайте послушаем мнение. Как мы видим на примере Украины, у Кремля там нет никаких тормозов, и они действительно могут действовать любыми методами. Но я бы все-таки не паниковал так сильно, потому что в Молдове в целом структура Шора, она вся построена на деньгах, и люди, которые просто ходят на протесты или даже идут голосовать ради того, чтобы заработать какую-то денежку, они вряд ли пойдут куда-то там громить какие-то здания, или на протесты какие-то более активные или тем более насильственные. Да, напомню о том, что избирательные участки здесь, в Молдове, уже закрылись в 21.00. Теперь главной интригой остается то, как проголосовали жители Молдовы, будет ли дальше Кишинев идти навстречу Брюсселю, и будет ли избран президент Молдовы в первом туре, либо же будет назначен второй тур. Мы будем следить за дальнейшими событиями. Именно это у меня все. Анна, передаю слово тебе в студию. Спасибо, Лариса. Это была Лариса Петрук на прямой связи из Молдовы. Рассказала о том, как в стране прошли выборы. В Дберисе многотысячный марш Грузия выбирает Евросоюз. Акция приурочена к парламентским выборам, которые должны состояться в следующую субботу, 26 октября. Сторонники европейского курса страны собрались на пяти локациях и двинулись маршем к Площади Свободы, где начался проевропейский митинг. Напомню, что грузинская оппозиция обвиняет власти в пророссийской ориентации и заявляет о смене внешнеполитического курса страны. Страны ЕС и США после принятия вызвавшего большой резонанс так называемого закона об иноагентах резко критикуют власти Грузии. Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии, а США вели санкции против ответственных за подрыв демократии в стране. Поддержать проевропейскую оппозицию за неделю до выборов президент Грузии Саламезу Робишвили призвала граждан на голосование сделать выбор в пользу одной из четырех оппозиционных партий, подписавших грузинскую хартию. Это план действий, призванный привести Грузию к началу переговоров с Евросоюзом. У всех тех людей, которые считают, что единственный путь вперед для Грузии – это Европа, есть возможность выбрать ту партию, которая ближе к их желаниям и вкусам. Это означает, что любой голос, который будет отдан любой из этих четырех партий, приведет нас в Европу. Саламезу Робишвили, президент Грузии. При фронтовом Запорожье стартовал фестиваль современного искусства «Гогольфест». Для безопасности участников мероприятия проходят в подземных укрытиях. В программе выступления музыкантов и поэтов театральной постановки, выставки художников. На фестивале побывали наши корреспонденты. Подземное укрытие в центре Запорожья временно превратилось в концертную площадку фестиваля. Жители города пришли сюда, чтобы послушать современную музыку, пообщаться и на какое-то время забыть о воздушных тревогах и бомбежках. Узнав о фестивале Дмитрий и Ярослав, тут же решили идти на концерт. Атмосфера, музыка, все шикарно. Пока только концерт, но, возможно, программу еще посмотрим и пойдем на какие-нибудь другие мероприятия. В другом убежище театральное представление «Город Марии», рассказывающее о первых неделях окружения и оккупации Мариуполя российскими войсками. В его основе реальные события и люди – сестры Анна и Анастасия Гречкины, которым удалось спастись из оккупированного россиянами города. Это документальное музыкальное представление, созданное по дневникам двух сестер, переживших блокаду Мариуполя. Во время этой блокады они писали дневники каждый день. Анна и Анастасия в своих дневниках описали, как захватчики бомбили дома, убивали горожан, описали безысходность существования в мертвом городе, который с детства был им родным. Девушки думали, что выехать на неоккупированную территорию уже не смогут. Слушая их историю, многие зрители не сдерживают слез. Владелица машины увидела сцену прощания. Она еще сильнее подвинула свою семью для того, чтобы эта героиня все же поместилась. И у меня в этот момент просто слезы потекли. Я не знаю, как можно более убедительно сказать обо всем этом, чем это сделал спектакль «Город Марии». Идея провести Гогольфест в Запорожье родилась у организаторов до полномасштабного российского вторжения. Тогда не могли предположить, что культурные мероприятия будут проходить в подземных убежищах. В нынешних реалиях укрытие обеспечивает физическую безопасность, а искусство создает ощущение внутреннего спокойствия, уверены участники фестиваля. Мне кажется, пусть лучше это происходит так. Для того, кому все это нужно, место есть. То есть культура существует, она сейчас в таком формате. Но это лучшее, если бы ее совсем не было. Из этого города, Запорожье, мы закончили наше планирование деятельностью в 2022 году. В феврале мы были здесь и планировали проводить фестиваль летом 2022. Поэтому сейчас это определенное символическое возвращение с точки, где мы остановились к возобновлению нашей деятельности. Единственное мероприятие Гогольфеста, состоявшееся вне укрытия, открытие мемориальной инсталляции «Дерева памяти». Она посвящена погибшим украинским воинам. Это должно быть не место грусти или тревоги. Это должно дать ощущение жизни, утверждает автор, бывший театральный режиссер, а ныне украинский защитник Дмитрий Костюминский. Мы хотим, чтобы это место давало нам ощущение процветания и жизни. Чтобы этот будущий парк был для всех. Чтобы здесь встречаться, проводить время и вспоминать наших военнослужащих, отдавших свою жизнь. Гогольфест продлится все выходные. Средства от продажи билетов организаторы направят для помощи защитникам, которые воюют на запорожском направлении. Подписывайтесь на наш канал Freedom. Там важные и актуальные интервью, а также интересные программы, рубрики и материалы наших корреспондентов. Ну а в этом выпуске мы ставим точку. Эфир Freedom продолжит Валерий Клименко. До встречи в эфире.